Канадский актер, кинорежиссер, кинопродюсер и музыкант Киану Ривз наиболее известен своими ролями в серии фильмов «Матрица». Жизнь актера не всегда складывалась счастливо и безоблачно, и ему приходилось несколько раз начинать все сначала. Трагические события, отец ушел из семьи, когда ему было всего три года, у сестры диагностировали лейкоз, невеста погибла в катастрофе, превратили Киану Ривза в мудрого человека. Вот его некоторые цитаты, наполненные мудростью. «Любите свою жизнь, даже когда вы переживаете трудные времена. Я дышу любовью. Завтра не гарантированно. Давайте жить сегодня. Никто из нас не уйдет отсюда живым, поэтому подумайте, пожалуйста, как лучше жить. Ешьте что хотите. Гуляйте на солнышке. Прыгайте в морские волны. Говорите правду от всего сердца. Делайте странные вещи. Наслаждайтесь жизнью, потому что у вас может быть слишком мало времени. Пусть ваши шаги будут маленькими, главное, действуйте. Что именно делать решать вам, но делайте это. Как говорит Энтони Роббинс, если вы чувствуете себя застрявшим или разочарованным в чем-то, начните с действия. Это движение вызовет цепную реакцию. Если вы ощущаете себя несчастным человеком, необходимо изменить собственную жизнь. Если дела идут не так, как хочется, скорее просыпайтесь и начинайте что-то менять в своей жизни. Каждое утро размышляйте о том, какая это великая привилегия, быть живым, дышать, думать радоваться, а затем делать что-либо значительное, чтобы украсить наступивший день. Благодарите за все, если вы не находите причин для этого, ошибка кроется в вас. Каждое событие вашей жизни превращало вас в человека, которым вы являетесь сегодня. Будьте благодарны судьбе за трудные моменты, которые помогли вам стать еще сильнее. Всегда оставайтесь собой и говорите, что чувствуете на самом деле. Никогда не сдавайтесь, тяжелая работа, которую вы проделали, обязательно принесет свои плоды. Я не хочу быть частью того мира, где желание оставаться хорошим человеком рассматривается как откровенная слабость. Если вам по силам рассмешить женщину, значит, вы часто любуетесь на самое прекрасное божье творение.